Десногорские музыканты Показали народный рождественский спектакль под названием «Батлейка». Местные жители помнят смоленскую батлейку до сих пор. Она уже больше напоминает русский вертеп. Она уже не двухэтажная. Православные отметили один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В Десногорске божественная литургия прошла в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе в ночь 6 на 7 января. Ее провел епископ Рославский и Десногорский Милетий. Богослужебные песнопения исполнил соборный хор. За богослужением также было зачитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии Владыка Милетий обратился к верующим. Он поздравил всех с Рождеством и подарил прихожанам угощения по случаю праздника. А также еще раз напомнил, как важно в это непростое время проявлять милосердие, заботу и любовь к ближним. С наступлением Рождества началось время святок. В течение 12 дней принято славить Христа, делиться добром, совершая дела милосердия. Рождественский период завершается празднованием Крещения 19 января. Учащиеся фольклорного отделения музыкальной школы имени Глинки в Десногорске записали видеопоздравления с Рождеством. Они показали батлейку – народный рождественский спектакль, в репертуар которого издавна входят библейские и светские сюжеты. Ребята остановили выбор на эпизодах и жизни царя Ирода Великого, предшествовавшие Рождеству Христову. Главный атрибут подобных постановок – ящик с маленькими декорациями. Для мещан хождение с батлейкой было любительским занятием, а также средством дополнительного заработка. Традиции батлейчного театра позволяют использовать разные компоновки сцены. Обычно это зависит от региона, из которого артисты были родом. Местные жители помнят смоленскую батлейку до сих пор. Она уже больше напоминает русский вертеп. Она уже не двухэтажная. И действие происходит все главное внизу. Представление также было заявлено на 15-й фестиваль школьных и семейных верпетов «Старый Новый год онлайн». В мероприятии участвуют 16 коллективов, а итоги выступлений будут известны 14 января. В завершении выпуска о погоде. Зима пришла на Смоленщину. Ежедневные снежные осадки за несколько суток окутали и город Атомщиков Десногорск. Высота снежного покрова достигает минимум 13 сантиметров, а температура закрепилась со знаком минус. Ближайший снегопад ожидается ближе к концу недели. Ну а 12 января будет облачно. Температура днем минус 3, ночью похолодает до минус 14. На сегодня это все. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok